Присоем при том, что это будет называться про стратегию. Три инструмента, это вот, помните, да, Ибрагимов, он любит, чтобы в названиях обязательно были числительные, там, 10 правил, 100 шагов, там, и все остальное. Вот, ну, тем не менее, я подобрал какие-то инструменты. Да, спасибо, спасибо, Геннадий, что вы подошли, присаживайтесь. Так вот, что имеет смысл, мне обещали, что здесь будет, на экране. Ага, да, спасибо. Я думаю, можно про стратегии говорить долго, можно найти десятка-два определений, все они будут так или иначе правильные. Вот, чтобы в них не запутаться, я скажу свое представление с такими простыми словами, с которыми мы общаемся каждый день, мы предприниматели-бизнесмены. Ну, в стратегии есть какая-то постановка, постановка какой-то цели в каком-то будущем, да, и намеченные шаги для достижения этой цели. Вот это все, что надо знать про стратегию. А уж как ее достигать, я думаю, что можно к такой аллегорию привести. Мы создали компанию, практически родили ребеночка. И пока он маленький, пока он совсем доставляет нам много хлопот, он болеет, он не хочет просыпаться, рано идти в школу, на секцию не хочет идти, ну, всякие. Вот нам некогда поднять голову, посмотреть ему в будущее, какое будущее ему там прорисовывается. Сценариев может быть много. И как нам принять решение, куда же его подтолкнуть. И тут все зависит, наверное, первое, от объективной ситуации, от той жизни, которой мы живем в данный момент. И как мы эту жизнь видим в перспективе. То есть какие-то внешние условия, внешние факторы. И, собственно, есть ли у этого нашего ребеночка какие-то таланты. Куда его подтолкнуть. Если он вдруг запел, голос появился, почувствовали, слух есть. Ну, наверное, музыкальная школа, может быть скрипка, может быть вокал. Потом глядишь и консерватория, ну и так далее по списку. Кто-то там, наоборот, техническим образом себя проявляет, математика, физика. Значит, может быть кружок робототехники. Потом какая-то школа инженерная, МФТ имени Баумана и так далее. То есть смотрим, есть какие-то таланты, есть какие-то слабые места. И, собственно, это вот та цель, которую мы намечаем. Собственно, зачем она нам нужна? Зачем ту дальнюю цель себе рисовать, ее видеть? Она нам нужна для того, чтобы делать правильные шаги уже сегодня. Вот прямо сейчас. Это вот как мы где-то там подзаблудились чуть-чуть. И нам куда-то надо идти. Мы себе выискиваем там высокое дерево, гору вдалеке. Вы видели глазом, нам туда. А тут кочки, ручьи, там что-то надо перепрыгнуть. Но чтобы туда дойти, надо вот сюда прыгать. Не просто прямо ломиться, как лось. А вот понимание цели определяет наши сегодняшние шаги. А цель все равно надо для себя ставить. А цель зависит от той внешней среды, которая вокруг нас. И от тех талантов, которые у нашей компании сильные стороны или слабые стороны, какие у нас есть. Мы будем их улучшать, развивать. И по-другому саму по себе стратегию можно назвать путь изменений, путь роста. Вот, собственно, вот и все, что надо знать про стратегию. Ну и вот, собственно, я немножко куда жать, чтобы лиснуть. Коллеги, сзади. Не листает. Может, я не включу? Ну-ка. Вы за меня листаете, да? Да, вот, собственно, мы сейчас пытаемся в этом вступлении определиться, где мы, где мы во внешней среде и где мы как компания, какая у нас компания. Я подобрал три инструмента разработки стратегии, которые я не сомневаюсь, если вы в бизнесе, то вы с ними сталкивались, что-то про них читали, где-то про них слышали, какими-то даже, наверное, пользовались. И, собственно, эти инструменты, они не на каждый день, потому что, ну, о стратегии каждый день мы не думаем. Мы там раз в месяц о ней не думаем, ну, как с ребенком. Там, ну, как-то подрастает, подрастает, через 3-5 лет подумали, да, куда же мы дальше-то с ним его поведем. Свою компанию, своего дитя. В МФТИ либо в консерваторию. Поэтому давайте использовать сегодняшний день и эти три инструмента как очередной повод просто для нас задуматься о стратегии. Вы вспомните потом, Кузнецов что-то говорил, инструмент первый, инструмент второй, инструмент третий. Дай-ка я в них загляну на себя, их попробую как сову на глобус натянуть, к себе примерить, и, может быть, оно какое-то видение покажет, куда идти. Вот, собственно, про эти три инструмента я тоже расскажу. А потом, ну, то есть, если первые там вот рассуждения о том, какая сегодня среда у нас вокруг, какая жизнь нас, так сказать, сопровождает, и инструмент — это некий такой теоретический экскурс, можно сказать, вода. Эту воду любой может встать, налить здесь, потому что мы все предприниматели все это знаем. А вот третье — это так называемое мясо, что можно пожевать, это фактура, которой я живу уже конкретно каждый день. То есть я в автобизнесе, если кто помнит, значительная, так сказать, часть своего времени и по годам, так сказать, жизни. Вот я расскажу вкратце о том, что происходит в автобизнесе и какими стратегиями пользуются сегодняшние игроки авторынка. Может быть, что-то вам будет приемлемо. Ну и если первое, куда мы идем, оно может быть представится таким мрачноватым, оно на самом деле так мрачновато, если честно, то я хочу вот, может быть, на закуску оставить что-то такое более-менее оптимистичное. Так, раз, два, раз, листаем. Вот, есть такая рассуждалка, я это придумал, есть умные люди, это вот про ту окружающую среду, ту жизнь, которой мы живем, чтобы ее как-то оценить, осмыслить, мы берем в помощь людей. Я думаю, вы найдете это в интернете легко и потом более детально с этим познакомитесь, почитаете. Ну вот просто, чтобы как-то сейчас вывалить на вас. Есть некие такие люди, там, футурологи, визионеры, люди, которые любят осмысливать наши реалии, называть их какими-то словами, буквами. И авторов этого всего вы сможете легко найти, подзагуглив. Так вот, некие авторы, они осмысливая то, что происходило в 80-х и после 80-х слов, они назвали это таким акронимом, слово, состоящее из букв, которые, в свою очередь, являются началом других слов, Вука. Они назвали тогда, что мир стал непредсказуемым, и кто помнит те времена, вот я вижу, есть ребята постарше, 80-е наверняка могут вспомнить, но фиг его знает. Там Советский Союз как-то уже так сильно поднакренился. В 82-м году наша надежда и опора Леонид Ильич Брежнев скончался. Неожиданно, никто не думал, а он сделал скончался. Я помню даже себя студентом, я пытался плакать, но каким я был другим человеком, столько лет назад. И тогда как-то вот была холодная война, и казалось, это никогда не закончится, противостояние, страна была закрыта, наша страна была закрыта, во Владивосток нельзя было иностранцам приехать, а я японист, я японский изучал в университете. Я японцев увидел, закончив университет там в первый раз, а в Японию поехал вообще там спустя. То есть все было так. Вот как-то вот эта вука состоит из слов volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Изменчивость, непредсказуемость, сложность и неоднозначность. Вот так мы жили тогда, и я считаю, что люди, которые такое определение тому давали, той реалии, которая длилась еще годы и десятилетия спустя, оно так и было. Оно так и было. Вот эта вука, мы ей жили, мы ее испытывали, в ней пытались какие-то телодвижения делать. Тогда еще не было понимания и смелости заглянуть вперед. Я не владел такими инструментами, которые я владею сейчас, и которые вы тоже знаете, но мы еще обсудим. Так вот, после вуки с 80-х годов, как говорится, шли годы, смеркалось. И вот дожили мы до 20-го года, 21-го столетия. Когда на нас навалились проблемы с изменением климата, ну реально, в Европе летом 45 в некоторых странах. И у нас-то, собственно, потеплее изрядно стало. На Камчатке снега нет на лыжах кататься. Я там рос на горке, на горке вырос на горнолыжной. Ну и, собственно, как-то все, собственно, уже и холодная вода к этому времени закончилась. И объединились европейцы в свои союзы. Британцы начали от этого союза откалываться. Там Трамп, видите, написано, что Трамп появился. А с чем он появился? Он взял и поменял очень сильно. Если кто знает, что он, собственно, республиканец, да? А республиканцы, они лоббируют большой промышленный капитал. Это индустрия промышленности. А в свое время демократы, они как бы финансисты. Они за глобализацию, им надо везде свои щупальца по миру распространить. Им очень важно создать вот эти вот цепочки добавочной стоимости, чтобы все страны вовлечь, чтобы их накрыть своим зонтиком и со всех ссать. Поэтому и социальные сети хорошо, и все остальное хорошо на весь мир. А Трамп говорит, не-не-не-не, давайте-ка вот все, что там в Китае было, за счет чего Китай поднялся буквально за 20 лет, он взял, создал реально комфортную инвестиционную среду, при всем при том, что рабочая сила была очень дешево в Китае 20 лет назад. И американцы, и европейцы все производство, начиная с автомобилей, заканчивая айфонами и всем остальным, разместили там. А китайцы, пожалуйста, приходите, производите. И на этом взяли и поднялись, и выросли. То есть они реально со страны, которая составляла 2% ВВП мира глобального, и была там 135-й, во втором десятке, они сейчас как бы по ВВП 18%. После Америки, которая там 20 с чем-то процентов, они 18% глобально в ВВП создают. Но не без проблем, потому что Трамп пришел и сказал, и начал такой решоринг. Все, ну, есть офшоринг, да, за пределами эконом, все взад, все, так скажем, производство. Я говорю, давайте-ка, я хочу, чтобы у меня было население занято, то есть рабочие места, и чтобы здесь налоги платили, чтобы здесь налоги развивались, не китайцам там что-то поднимать. И у китайцев после этого так грустноватенько стало, после того, как стали все эти барьерчики возникать. Так вот люди, которые осмысливали все это дело, так еще вот взяли этот ковид, взял этот лиловой шляпкой, потом накрыл на 2 года. Это мир глобально. И люди, которые осмысливали это все в 20-м году, назвали это баня, такой милый зайчик, баня. Но этот баня из чего состоит? Brittle, anxious, non-linear, incomprehensible. Это вот хрупкий, тревожный, нелинейный, непонятно куда повернет, и непостижимый мозгами. Понимаете? Вот так мы себя чувствовали, мир себя чувствовал. Те, кто пытались понять, а в какой ситуации жизненной живет мой ребенок, я живу, да? А куда дальше идти? А с этим баней хрен поймешь, куда идти. Понимаете? И ладно бы, вот все бы только этим закончилось. Но, вот так скажем, совсем недавно, буквально там 2 года назад, вместе с нашим ковидом родным, он еще закончиться не успел, а у нас, собственно, начало все крушиться, старый мир стал разрушаться, ну, конкретно в нашей стране, в соседних странах и глобально по миру. Ну, кто следит там, как-то глобально пытается там отслеживать, куда же тот Китай пойдет после того, как у него отобрали. Ну, много чего. То есть он экспортом жил. То есть то, что называется паритет торгового баланса, ну, тоже как бы показатель равный ВВП. Доля ВВП в глобальном ВВП 18%, а доля в торговом балансе мировом за 20%. То есть он уже Америку догнал и обогнал, понимаете, торгуя вот таким образом. Ему дали все технологии, он начал производить. А тут у него случилось, это называется, как называется, middle income trap, то есть капкан среднего дохода. Они вытащили полмиллиарда человек из нищеты, благодаря вот этому всему, и зажили более-менее. И у них появился средний доход. У них появилась зарплаточка, ну, тысяча евро, полторы тысячи евро у китайцев. Они когда-то там 100 долларов получали и счастливы были. А о чем это говорит? Им больше не надо. То есть если у тебя такой доход, то, в принципе, и в Европе кайфово жить. Европа так и живет. Средний доход такой и есть. Соответственно, дорогая рабочая сила, и американцам размещать свое производство не алло. Ну, это очень дорого, понимаете? Поэтому они в этой ситуации так засвистели. А когда у тебя так складывается ситуация, что как ты свой пассианс не складываешь, они, ну, собственно, у них других что? Листать? Что вы хотите? Вы подойдите, поиграйте с ним. Показывайте, что хотите. Так вот, собственно, когда у тебя с недвижимостью, знаете, что в Китае происходит, да? То есть крупнейшие застройщики, девелоперы, спасибо большое, банкротятся. И, собственно, они могут тоже так по конусу пойти очень нормально. Когда ты сидишь там со своим ЦК, КПК и думаешь, как экономику там отладить, у тебя все сыпется, никто ничего не покупает, производство у тебя убегает, сейчас этот пузырь лопнет. Что обычно делают в таких ситуациях? Пазл не складывается, в шахматы не играются. Смахнули со стола, война. Вот тебе Тайвань рядом, да? Пойдем сейчас в Тайвань воевать. Все, просто другие правила. Ты никому ничего не должен в мире. Ты просто уже воюешь. У тебя уже просто другая ситуация жизненная. И вот мы сейчас, о чем мы говорим? О жизненной ситуации, в которой мы оказались. Мы как предприниматели, в которой мы живем. И что нам показывает там будущее, куда мы пойдем. И вот это будущее вместе с СВО, один из элементов, изменения мирового порядка, которое на нас вот наваливается, да? И как нам в этом всем быть? Оно вот привело к тому, что мыслители сказали, это называется все шива. Шива. Сплит. Расщепленный. Хорребл. Ужасный. Инконсервбл. Невообразимый. Кто мог представить такое вообще? Что так может быть? И, как произносится правильно, вишес. Вишес. Беспощадный. Беспощадный. Там есть еще одно слово спрятанное. Я специально спрятал, оставил его на потом, на конец. Так вот, вот в таком мире мы живем. Вот в такой ситуации наш ребеночек существует. Это все вот такое волатильное и непредсказуемое. И нам надо набраться смелости, смотреть вперед и использовать какие-то для этого инструменты, чтобы найти себе место. Я думаю, не смейтесь. Я думаю, многие все это видели. Поднимите руки, кто не знает, что такое лепестковая диаграмма. Она по-другому называется. О, знаю, девочки. Спасибо, что поддержала меня, что не знаешь. Мне сразу легче, что я знаю. Она еще называется радарная диаграмма, radar chart. Короче, вот свод-анализ, лепестковая диаграмма и кривая ценности. Я кратко вам об этом расскажу, ну, чтобы, раз я их обозначил, давайте своими словами, как я это понимаю и как я этим пользовался. Мне много проще, чем вам. многим пользоваться было этим, потому что я уже три десятилетия управляю большими компаниями, в частности, ну, там сотни человек работают. И когда у тебя 10 человек работают, ты много сам вынужден делать, там голову поднять, там стратегиями заниматься, ну, а когда у тебя, ну, как минимум, десяток человек найдется среди там нескольких сотен, с кем ты сядешь и поговоришь, об стратегиях, инструменты поиспользуешь, вот такие. Поэтому я знаю, что это такое на практике, я этим пользовался неоднократно. Опять же, это инструменты не на каждый день, это не надо там им каждый день пользоваться. Вот по праздникам вытащил, вот сегодня праздник у нас, мы как бы используем повод подумать о стратегии при помощи первого, SWOT-анализ. SWOT-анализ, это простенько, это четыре буквы, которые тоже из английского, извините, я умничаю, но SWOT-S это strength, сила, мои сильные стороны, W-это weakness, мои слабые стороны, там что там у нас, O-это opportunities, возможности и threats, угрозы. То есть я беру вот эту, там то, что написано, можно, и это свою компанию, своего ребеночка, и смотрю, что он может. У моей компании есть какие-то сильные стороны, но сколько-то лет на рынке, у меня уже такая-то линейка там товарная или услуг, и перечисляю все, что я считаю сильными сторонами в своей компании. А потом смотрю, а с чем же я запариваюсь, что мне не идет, и смотрю слабые стороны. Бухгалтерия слабая, там, к примеру, либо нет у меня там бизнес-аналитика, который мне помог бы немножко цифры организовать, чтобы попонятнее было, либо товара много, а учета складского нет, да, в таких местах, и вот для себя помечаю, и смотрю какие-то возможности, да, у нас гораздо больше возможностей, чем у людей в Оренбурге или в Саратове, мы здесь живем, до границы, Китай. Собственно, и, конечно же, вы должны дырочку прогрызть, близость Китая, и наши возможности в связи с этим какие-то мы там должны открыть, правильно? Вот, либо угрозы, какие-то угрозы. Если ты в автомобильном рынке, то, блин, там, после того, как все это началось, там уже несколько раз все поменялось, то сначала корейцы запретили машины вывозить дороже 50 тысяч долларов, потом японцы наложили запрет, а потом этот утилизационный сбор и такие вот эти нехорошие моменты угрозами и дальнейшими возможными угрозами. Вот мы в такую табличку себе записываем. Такая рамочка на себя наложили, как на ребенка, и задумались, что с этим делать. Давайте дальше полистаем. С этим делать, вот есть такая радар-чарт, лепестковая диаграммка, она все по своей природе похожа. Вот примерно то же самое, да, мы теперь возьмем, то есть мы свои какие-то качества пометили, это наши хорошие, это плохие, это угрозы, это возможности, а теперь их бы измерить. Зачем? А чтобы сравнить себя. Это действительно плохо или это хорошо? Точнее, можно себя попробовать сравнить со своим конкурентом, можно себя сравнить с собой в прошлом году, вот такие сравнения, к примеру, вот там маленькая эмплейский, вот это вот, вот это вот, это так можно даже работников своих как-то проанализировать, взять качества какие-то себе взять, Иванов, Петров, Сидоров, и по каждому, к примеру, насколько он дисциплинирован, опаздывает, на работу не опаздывает, как часто курит, вот такой параметр, насколько он хорошо с клиентами общается, насколько хорошо торговую линейку нашу знает, насколько, ну и так далее, разные качества взяли, вот такие вектора нарисовали, а потом, а как это измерить, а давайте, у меня сколько ребят там, 10 человек, ребята, вот давайте так, друг друга оцените, секретника, мы никому не покажем, как ты оценил своего товарища, просто, как ты оцениваешь Петрова, к примеру, кого мне назначить начальником отдела, а вы все вроде как одинаковые, и они взяли, друг друга отквалифицировали, Петров, может быть, товар хорошо знает, но с клиентами через губу, а этот может и через клиентами хорошо, но на работу не приходит через день, то есть оценили, измерили в баллах, вот взялись, померили в баллах их качество, и потом наложили Петрова, Сидорова, Орлова, посмотрели, кто из них лучше, это вот такой принцип, это как бы, кто не измеряет, тот не управляет, чтобы этим процессом управлять, надо посчитать, то как метод, как посчитать качество, понимаете, сравнить что-то с чем-то, для этого нужна какая-то цифра, в частности, пусть это будут баллы, но мы бизнесмены, мы привыкли все мерить в штучках, в тоннах, в квадратных метрах, рублей на квадратных метрах, чаще всего в рублях, то есть для нас это самое важное, кому повезло в долларах, сейчас чаще в юанях, измеряем, кому повезло, соответственно, мы возьмем, и вот эта большая паутинка, радар, вот эти вот лепестки, она уже про компанию, про нашего ребенка, наше дитя, и там мы тоже какие-то качества прорисовали, к примеру, что у нас там, опять же вернемся, с торговой линейкой, с ассортиментом, расписали, растянули, либо что у нас там есть, к примеру, ну здесь там управление, есть продажи, есть маркетинг, есть развитие, есть клиентская поддержка, ну каждый себе значимые моментики выбирает, и потом смотрит, а сколько я из бюджета на это трачу, то есть сколько я на поддержку клиентов, у меня уходит денег, или уходило денег в прошлом году, а сколько сейчас уходит, понимаете, кривая ценности, и можно вот такую калечку наложить, принцип понятен, давайте пойдем туда еще одно место, кривая ценности, кривая ценности, все тоже про то же, но только взгляд теперь уже не ты на себя смотришь, а посмотреть на себя со стороны клиента, то есть, что твой клиент в тебе считает важным, значимым, и вот она, собственно, те ценности, которые клиент считает, ценности это или не ценности, и ты берешь, к примеру, вот видите, красная черта, это там написано, это кривая ценности индустрии, это можно любого конкурента взять, ну и первая ценность может быть, к примеру, цена, где мы конкурируем с нашими конкурентами, смотрим, вот она, к примеру, к примеру, у всех одинаково, мы конкурируем, но посмотрели, к примеру, место расположения нашей точки, парикмахерской, магазина, склада, чего угодно. Они лучше, мы где-то вдалеке. А вот там дальше посмотрели ассортимент. И вот мы по ключевым параметрам, по которым нас клиент оценивает, мы эти все так называемые факторы конкуренции вот по оси Х написали, а по оси Y это высокая, ну низкая и высокая. У кого лучше, у кого хуже. Померили и сравнили. Поэтому вот эта вот средняя красная, она как бы средняя по индустрии. А вот эта синяя, видите, она подписана? Стратегия Голубого океана. На самом деле Стратегия Голубого океана, это есть такая книжка. Ее около 20 лет назад написали два чувака. Один кореец, второй француз. Они, ну в тот момент, дай бог им здоровья, может сейчас столько времени прошло, они были профессорами бизнес-школы INSEAD. INSEAD, это французская бизнес-школа, она всегда в топах. То есть Гарвард, ну и она всегда рядом. То есть она по всему миру, даже в Сингапуре есть. Я даже знаю ребят, которые там учились. В INSEAD я даже одного хотел на работу себе в Сингапуре взять. Ну он слишком дорогой. Так эти два профессора, они что придумали? Они сказали так. Вот те факторы конкурентные, которые мы, так скажем, конкурируем со всеми, да, на рынке, такими же, как и мы, это вот алый океан. Он бурлит, он там, ну ловить нечего. То есть мы все будем чуть-чуть тут цену сбросим, тут клиенту что-то сделаем, тут маркетинг какой-то сделаем. Ну мы вот в этом всем конкурируем. А вот смотрите, синенький голубой океан, он, видите, он вышел как бы на две клеточки вперед. Так вот задача, как намек, как подсказка. Вот мы в этих конкурентных параметрах конкурируем. Давайте что-нибудь придумаем такое, что выведет нас в голубой океан. То есть ни у кого не будет, у меня будет. Ну чаще всего это говорится о инновациях, да. То есть кто-то, к примеру, в каком-то традиционном своем ремесле конкурировали только там в газетах, там еще где-то в интернете, а кто-то раз завел себе комьюнити в инстаграме, либо в телеграме, и на то не начинал туда людей. Найдите каждый в своем цеху, в своей компании, в своей индустрии что-то такое новое, что никто не делает. И тут это и называется стратегия голубого океана, как себя увести за пределы конкуренции и спокойно долбить бабки, пока все там конкурируют между собой на низком уровне. Вот, вкратце. Такие инструменты, но это все из теории. Легко сами найдете и посмотрите. И вот три стратегии в автобизнесе. Я вот обо всем этом буду говорить на примере этого слайда. Вот попробуем разобраться с этой вот Вукой, Бани и Шива на российском рынке, чему это привело. Вот здесь с 2019 года и прогноз на 2024 на следующий год. И вот мы еще не закончили 2023. Это тоже прогноз. Это продажи новых автомобилей в России, импортных ли в штуках. Либо произведенных в России. И мы производили, не производили, продавали в 2019 году аж миллион семьсот шестьдесят штук. Легковые автомобили, это легковые, это джипы, это пикапы, микроавтобусы. Это вот все легковое называется. Если что, то российский рынок имел потенциал по населению, по ресурсам, быть рынком трехмиллионником. И когда-то там в 2007 году почти добрались, продали в России почти 2,9 миллиона. И после этого российское правительство взяло и поднагнуло всех поставщиков, автопроизводителей из разных стран. Ребята, хотите у нас торговать? Давайте-ка локализуйтесь. Давайте-ка производство заносите сюда к нам, как китайцы. И тут, пожалуйста, производите, чтобы добавленная стоимость, и тут нам кусочек доставался в этой цепочке добавленной стоимости, чтобы наши люди работали, ну, так скажем, занятость, чтобы налоги здесь платились, чтобы технологии мы получали всякие разные, и инженерные, и технические, и управленческие. И пошли, пошли, видя, что рынок-то ни хрена себе 2,9, просто вам на минуточку сказать, что передовые страны мира, Япония, с таким же населением, как у нас, у нас там 145, не знаю сколько, с новыми территориями, может под 150, 130 миллионов, на такой территории, всем известно, развитая экономика, третья экономика в мире. Германия, там, ну, под 90 миллионов, 80 миллионов человек, первая экономика Европы, да, у них рынок тоже под 3 миллиона, 2, под 9, под 3. Британия, Франция, там уже поменьше, их там население, там где-то 60 с чем-то, миллионов, две страны, но и там, соответственно, они продают, там меньше 2, по 2, 1,7, вот как Россия сейчас, там дальше уже Испания, всякие шведы уже пошли, прочие, они там меньше миллиона, там уже там 700, 800, как мы сейчас, как мы в прошлом году, мы в России было продано 613, это новые автомобили, официально введенные, официально произведенные в России, вот, вот еще, чтобы проиллюстрировать, и вот этот год, он получше прошлого, то есть это прогноз, это, наверное, цифры, наверное, факт на октябрь, плюс ноябрь-декабрь, два месяца прогноза, ну, по той динамике, как год развивался, а вот ниже пирожочки, видите, это доли, доли в этих продажах, то есть если взять 21 год, там, миллион 667, миллион 700 автомобилей, так вот, сколько там процентов, ну, 65 процентов, зеленое, это продали, ну, все автопроизводители, кроме китайцев и русских, русских брендов, производителей, вот, и там всякие, и Toyota в том числе, доля Toyota всегда была там до последних годов, 7,5 процентов, 7 процентов, вот за это боролись, вместе с Lexus, за долю рынка всего, то есть весь рынок был там миллион 700, миллион 600, Toyota там 7,5, и там 120 тысяч имела своих, 140 тысяч, ну, так вот такая, соответственно, красненькое, это у нас китайцы, 7 процентов, было, а российские, вот там почти 28, это вот то, что было до, так скажем, нашего кризиса, и далее, и далее, и далее, и далее, 22, это вот уже прошлый год, как-то картина стала совсем меняться, и зеленое, это то, что продавали европейцы, японцы и корейцы, с американцами, вот оно стало сокращаться, сокращаться, за счет русских машин, российского, российского производства, и китайцы тоже сильно, сильно, сильно выросли, и вот этот год, посмотрите, все уже доторговали свои остатки, кто еще официально чем-то торговал, и сегодня рынок представляет собой 54 процента, кто-то говорит, до 60, это китайские везенные новые автомобили, либо собранные по локализации у нас здесь, плюс российские 46 процентов, но российские тоже мы знаем, то есть если это москвич и наша гордость, то это шилдик, москвич, а машина Джак, Содерс, тоже мы там собираем что-то там в Содерсе, это тоже Джак, и так далее, то есть Китай, по сути дела, ища выход из своей вуки, своего бани и своей шивы, он, собственно, нашел неплохое место применения тому, чего он там производит, вот, и, ну, как выводы, да, как заключение, и он, в принципе, так это, ну, ломанулся, и чем это еще подтверждается, то есть это для него реальной возможности в экономике хоть как-то не довести ситуацию до войны, чтобы производство работали, чтобы сбыт был, а тут то, то, что драматизм всей ситуации, мы, ну, находясь под санкциями, ну, прежде всего, мы не можем углеводороды, куда мы традиционно отдавали, вот, они не берут, плюс к тому, что куда мы можем отдавать, они сказали так, если вы хотите брать русских, то скидочку 25%, вот рыночная цена на юрлс есть, там 80 долларов, чтобы не больше 60 им платили, ну, нашему бюджету этого хватает, пока вот за глаза, вот, соответственно, у нас кто там сейчас покупатели главные, Индия и Китай, причем Индия, если она покупает у нас что-то, много покупает, что, да, совершенно верно, они как бы не готовы с нами платить, нам платить доллары и евро, ну, потому что санкции, вот, а свою национальную валюту по их же законам вывозить нельзя, то есть, если вы знаете, то доллары с самолетами летают по всему миру, то есть, если когда надо, там, американцы там ФРС напечатал, самолет прилетел, мы там, соответственно, необходимое количество рублей допечатали, сбалансировали, ну, по нашей просьбе они сделали, как хотите, так пожалуйста, а индусы, они так не могут, они, рупии вывезти нельзя, поэтому у нас сейчас ситуация такая, нефти поставляем туда много, причем они говорят, санкции, поэтому с дисконтом 25%, и что хотите, хотите кари возьмите, хотите чай возьмите, хотите там, что там, хлопчатобуважные ткани, что есть, чем богат, то нам столько не надо, на те рупии, которые мы, как бы, честно заработали, из недр выкачив и отправив, понимаете, что с этим будет, ну, может быть, у нас добрая традиция, как бы, мы списываем часто, все это дело, с китайцами по-другому, китайцы даже дискаунт не просят, китайцы берут нефти столько, сколько мы до них довезем, тем флотом, который мы купили, чтобы под санкции не попасть без тех страховщиков, а зачем они столько берут, им, может, столько и не надо, а надо, им надо сформировать кредиторку, то есть они теперь должны, они, а мы для них дебитор, типа Китай нам что-то должен, и вот мы тут на всей юане вот рынок себе формируем, понимаете, мы хотели бы, может, и в другом месте купить, но нам не продают, а у нас юани есть, пожалуйста, у нас сейчас ЗВР, я не знаю, в каких пропорциях, но большая часть юани, меньшая часть золоте, буквально, раньше это были доллары и евро, а сейчас юани, но юань чем опасен, мы знаем, что формирует курс рубля, формировало долгие годы и сейчас, все еще, ну, баланс, экспорт, импорт, нефть продали, доллары пришли, импорт нужен, и вот балансом, так сказать, долларов стало больше, рубль, собственно, стал меньше, покупай, не хочу, долларов нет, соответственно, а чем определяется курс юаня? Решениями ЦК КПК, они решили, что будет юань 8 или 7, он будет 7, а зачем это ему надо? А затем, чтобы продать много и дешево, сейчас Япония, как бы очень давно закисло, уже лет 30, то есть они когда-то там в те 80-е, когда мы еще там холодно воевали, у них перло все, а сейчас у них вот эти несколько лет, у них все очень хорошо. Кто знает, какой курс иены к рублю, а к доллару? Я вот помню в голове, у меня там было 80, 90, 100, 150. Сейчас иена очень дешевая, поэтому и Тойота хорошо продает во всем мире, рекорды бьет. И вот то, что твоя валюта дешевая, и у тебя дешево покупать, все и покупают. И Китай, когда ты хочешь, чтобы у тебя покупали, Китай дропнул юань и продает много. А сейчас американцы как бы перестали чуть-чуть, начали их там притормаживать через ВТО и все остальное. Ну как бы, что им стесняться, и юань, соответственно, дороже стал. А с Россией чего стесняться? Пусть юань будет дорогой, мы им много должны. Поэтому чем юань дороже, тем больше у нас купят, соответственно. Потому что нам-то надо машины, нам-то надо все остальное, все, что надо, практически китайское. Поэтому это вот та самая вука, бани и шива в сегодняшних реалиях. И оно вот так вот отражается. И сегодня, условно, можно это назвать импортозамещением, тут вообще им не пахнет, либо суверенитетом каким-то тоже совсем не пахнет. То есть ситуация такая, очень такая. И в этой ситуации надо тем игрокам, которые были, а это тысячи компаний, тысячи инвесторов, имеется в виду те, кто инвестировал в дилерство разных брендов, разных стран, разных производителей. И вот они сидели и думали, а что нам делать с этим всем? А как оно будет? А как осмыслить то, что происходит? И, соответственно, первое, там заморозка меньше движений. Это некоторые, и дилеры в том числе, они как бы совсем ничего делают. Вот так вот, как лягушки замерзли во льду и ждут оттепели. Банкиры, в частности, себя ведут, потому что в автобизнесе небольшую роль играют, потому что банкиры — это автокредитование, банкиры — это страхование и все остальное. Они понимают, что они под санкциями обложены больше всех, потому что они же глобально работали, и через скорбосчета, через банков Нью-Йорк, любой шаг. Поэтому банкиры, наша стратегия такая, чтобы достичь цели прожить все эти времена, мы вот это не делаем, вот это не делаем, вот это не делаем, вот это вообще ничего не делаем. Тогда мы, может быть, выживем. Даже люди, которые выжили, которые банки не подпали под санкции, небольшие банки, они стараются клиентскую базу не расширять, чтобы не налипнуть каким-то образом. Вот так подзаморозились, и вот в этом режиме нам бы дожить до лучших времен. Каких-то других. Такие поговорим. Осталось 3 минутки. Но тем не менее. А есть ребята, которые инвестировали немного в автобизнесы, да? Да. Есть группы, есть там мейджор, есть там бизнес-кар, там есть Агат, ну то есть есть ключ авто. То есть ребята ярды вложили, то есть у них там десятки дилер с разных брендов были. А сейчас все бренды ушли. Что с этим делать? Это стоят красивые сооружения, сотни, тысячи людей работающих. И ломанулись. Берем Китай. Берем Китай. А там посмотрим. Вот. Наберем и может быть посмотрим, как оно будет. Чтобы раньше всех и у себя в городе, по крайней мере, все, что можно было. А китайцы, собственно, то есть я разговариваю с китайцами, я 30 лет разговариваю с японцами. Я понимаю их логику, я понимаю, я могу с людьми, японцами, европейцами и корейцами говорить о стратегии. Потому что это бизнесмены, и у них они чаще всего говорят, мы не политики, мы сюда не суемся, давай обсуждать в таких категориях. Будем смотреть угрозы и возможности, слабые и сильные места, через свот-анализ, да? И будем смотреть, как мы можем это дело пережить. Так вот, они действительно ставят цели и намечают шаги. А китайцы, у них цель другая. У них цель сегодня. У них не через 10 лет. Какими мы будем, какую дилерскую сеть мы сформируем, какую клиентскую базу мы охватим, как мы будем выполнять гарантии, поставить запчасти. Они сегодня зашли на рынок, а он пустой. И им надо захватить все по возможности шоурумы. Потому что если что-то поменяется, оно поменяется. Так вот мир устроен. То вернутся те самые, кто Тойота вернется, корейцы вернутся. А что бы нет? Они придут, и тут же китайцы сидят везде, во всех шоурумах со всеми дилерами. Понимаете? Заходит Черри, зашло Черри, 15 брендов, не брендов, а моделей в грядке, в город. Вот шоурум свободный, вот шоурум свободный, вот шоурум свободный. Будешь, буду, будешь, буду. На. Вот уже Черри 3 сидят в городе. Так, еще пустые шоурумы остались. Не только эти ушли. Так, 15 было, давай вот этих 3 штучки возьмем, назовем Эксид. Будет Эксид? Так, Эксид. Будешь, буду. Еще Эксид. Еще Эксид. Вот так уже 5 заняли. Потом еще Умода. Вот эти две назовем Умода, привезем на листике рынок, зовут один. Шилдики разные. Еще и заняли. Логика и такого серьезного игрока, как там глобальные мировые бренды, автопроизводители, они создают дилерскую сеть для того, чтобы она жила и работала десятилетия. Десятилетия. А для того, чтобы она жила и работала десятилетия, она должна быть прибыльной. Поэтому они, ты будешь зарабатывать, ты, Тойота в Хабаровске, будешь зарабатывать, потому что ты сможешь, у тебя там полмиллиона населения в городе, там плюс-минус миллион триста в крае, экономика примерно такая, одного шоурума хватит. Вот будешь продавать 600 машин минимум, а то и тысячу машин в год. Ну там 60-100 машин в месяц. Нормально. И соответственно, вот ты сервис такой сделаешь, тебе на сервис поедут, и у тебя вот вся цифра, мы же в цифрах все мыслим, да? У тебя будет прибыль, очень хорошая там, будет возвратная, как сказать, чистая рентабельность продаж будет там 5%. Поэтому ты смело можешь инвестировать полъерда в дилерство или там сколько там теми старыми деньгами, сейчас это побольше будет. И ты отобьешься в 5 лет, а потом все только в плюс. И все. А китайцы, не, не, нам надо все захотеть. Поэтому ты открыл здесь, ты думал, ты будешь в год тысячу продавать, а не раз второго открыли, уже по 500 продаете, а не раз третьего открыли, уже по 300 продаете. Понимаете? И твоя экономика им мало улыбалась. Ты плохо продаешь? Ну ничего страшного, мы другого назначим. Понимаете? Вот инвестор, вот логика инвестора, как бы, а что мне с этим делать? То есть, есть вот, как бы, третья стратегия ожидания, стратегия малых шагов, как бы, ну найти, самое главное в этой ситуации, если ты оказался вот в таком уж, там, алом океаном даже не назовешь, ситуации, Шивы, Вука и там, и всех остальных бани, сохранить бы клиентскую базу хоть как-то, ты десятилетия работал, у тебя тысячи людей, которые к тебе приезжали, ремонтировались, ездили на ТО, оставляли, кормили тебя своими деньгами, а ты о них заботился. Вот, сейчас бы эта база все время уменьшается, надо сохранить, кто ее сохранит? Надо, чтобы шоу-руб не развалился, поддерживать его в нормальном, в техническом состоянии, там, сервис, я понимаю, чуть-чуть осталось, и так далее. То есть надо сохранить активы, сохранить клиентскую базу и сохранить людей. Вот эти три стратегии из того мяса, которым я хотел бы с вами поделиться, и завершающий слайд, Андрюш, буквально одну секунду, чтобы совсем мрачно так это не говорить, поговорим немножко, вот так, о религии. Я не религиозный человек, не религиозный человек, но у нас Шива, это вот в индуизме, в их пантеоне богов есть три главных. У них у нас троица, у них Тримутри, называется Тримутри, и главный бог, ну, главный, не главный, я там их иерархи висели, не знаю, Брахма. Брахма, он бог-создатель, он создал все, жизнь, вселенную, он такой демиург. У них еще есть Вишну, Вишну, он как бы сохранитель, охранитель, он та жизнь, тот мир, который создал Брахма, он поддерживает, сохраняет, охраняет. И вот пришел Шива, не знаю, он, она, он, наверное. Шива – это бог-разрушитель, но когда цикл жизненный какое-то созревание чего-то там мира подходит к концу, чтобы начать что-то новое, он разрушает, и он же, он воссоздатель, понимаете? Вот две основные работы в этой жизни. Разрушил и воссоздал. И вот есть у Шивы, видите, последняя буковка «эй» – Шива, мы ее прятали, и райзинг, и райзинг, райзинг сан, восходящее солнце, да? Возрождающийся, то есть этот Шива, он не только там вот все, что у нас плохо, сейчас мы переживаем все, но мудрые люди говорят, что так и будет. Что будет? Возрождение после какого-то разрушения, может быть какими-то сигналами к этому будет, это может совсем смешно показаться, но там экономисты, которые следят за этим всем, и которые говорили, вот-вот Китай нападет на Тайвань, потому что она до шахматы уже со стола скинуть, пора. И уже несколько месяцев, лет думали, что да-да, Россия, Украина начнется, да-да, Китай пойдет. Си, председатель Си, поехал в Америку. Си. Я прошу прощения, Михаил, у нас просто времени на вопрос. Встретился с предпринимателями, вот так же, как я с вами. И когда он закончил свое выступление, они хлопали стоя, мне можно съедя. А они, потому что он сказал, ребята, мы хотим вернуться к тому, что было, мы снова открыты, мы создадим здоровый климат, мы удешевим, возможно, юань, в котором у нас золото, валютные резервы. Но у вас будет снова то же самое, что и было, хочем дальше жить мирно. Вот, поэтому была бы рюмочка, я бы сейчас предложил за Шиву, за Эрайзинг. И это все, что я хотел сказать про стратегию. Аплодисменты, пожалуйста, нашему спикеру, Михаилу Кузнецову. Давайте так, у нас пару вопросов, есть время на пару вопросов, кто хотел бы задать вопрос нашему спикеру. Вот там вот мужчина, вот, да, самый-самый последний ряд, девчонки, вот. Я думаю, вас так услышат, говорите. Айли, там микрофон. Пожалуйста. Михаил, представлюсь, Василий Спиранский, компания консалтинга, сфера финансы и инвестиций. Поделитесь своим мнением, вопрос к стратегиям. Что важно предпринимателю, для начала сформировать персональную стратегию, а потом уже приземлять ее в бизнес, или не принципиально? Ну, я никогда не думал о персональной стратегии, вообще никогда, пока не услышал там разных коучей, тренеров, что это очень важно. Ну, я думаю, что человек, естественным образом, занимаясь хорошим делом, а мы все предприниматели занимаемся именно таким, мы созидатели, мы шивы, во второй ипостаси. Мы не разрушаем, мы создаем, или даже мы брахмы, да, мы создаем, мы создаем ценность для клиентов, да, мы о них заботимся, иначе они нам деньги не принесут. Поэтому мы как-то даже за годы этой работы мы сами воспитываемся, и как-то наш бренд формируется, вот, от этого всего. Не знаю. А себе не думал? Бизнес – это для решения наших личных целей, да, для создания бизнеса. Ну, как бы да, мы как бы, это правда, мы детей себе рожаем, чтобы нам было хорошо и весело, то есть не для них мы это делаем, все, вот. Но в конечном итоге дитё-то оно как подросло, и оно пошло само. Ты уже, ты может быть, остаешься акционером, но оно уже само топает и шлепает. И оно, в принципе, твое доброе имя несет, тебя-то еще помнят, ты создавал. Ну, поэтому как бы то, что ты делал, твои дела, они твой бренд и сформируют. Я правильно понял, вы свои стратегии 15+, 20+, персональные не создаете, не прописываете. Не думал, не думал. Спасибо. Спасибо, аплодисменты за вопрос. Здесь еще поднимали руку, был парень впервые, на самом деле. Давайте я свой микрофон, да? Михаил, добро пожаловать в Хабаровск. Привет. Алексей… Я сестру свою видел, кстати. Сестру? Да. Познакомишься, не уходи. Хорошо. Алексей, кофе-ребаблик. Неродная, неродная. И медицинский центр. Двоюродные, троюродные. У меня вопрос. Очень сильно мне стало интересно, что времена обязательно поменяются. Очень стало интересно, как вам кажется, примерно, когда они могут измениться, и надо ли об этом думать, или просто действовать, действовать, и будь что будет. Понимаете, мы в чем отличаемся от простых людей, нет предпринимателей? Мы отцы и руководители своей компании, тех, кто работает. Мы должны только нести позитивное мышление. Мы должны видеть цель, показывать ее всем, причем достигнем мы, не достигнем, неважно. Но она определяет те шаги, которые мы сейчас делаем. Она должна быть позитивная, она должна быть на развитие. Стратегия – это путь улучшений, путь изменений. Поэтому рисуйте стратегию, мы будем лучше, и топайте. Лучше для клиентов, лучше для общества, лучше для… А как рисковик вы никогда не думаете? Как о рисках, о запасном выходе вы никогда не задумываетесь? Ну, рано или поздно мы все выйдем куда-нибудь, в смысле там, Брахма подскажет, куда. Еще об этом думайте. Позитивно, мыслите позитивно. Как будто бы живете еще сто лет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok